Итак, здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу Рыбалка С. Сегодня 15 декабря 2016 года. Да, вы не ослышались. Мы находимся с вами во Флориде, на ее мексиканском побережье. Здесь зима в кавычках. Это засушливая часть года, прекрасная пора. Температура воздуха сегодня была плюс в полдень, плюс 28 градусов. Рыбалка С. Такую или подобную картину вы можете нередко наблюдать и зимой и летом в наших дворах. Можно сколько угодно говорить о запущенности работы с подрастающим поколением, о бессыльности бытия, но от этого мало что изменится. С годами такое положение дел с досугом молодежи только усугубляется, как всеобщей бездеятельностью чиновников, так порой и бездеятельностью семьи и школы. Неужели этому нет никакой альтернативы? Есть. Есть в нашей стране, и в Москве, и в Подмосковье в частности, организации, которым совсем не безразличное будущее нашей Родины, ее завтрашний день. Есть немало организаций, которые стараются сделать все от них зависящее, чтобы разнообразить досуг молодых людей, организуя и проводя много интересных мероприятий, которые позволяют мальчишкам и девчонкам по-иному понять смысл жизни, ближе познакомиться с историей нашей Родины, организацией службы и быта в Вооруженных силах России. Одной из таких организаций, пользующихся заслуженным уважением подростков центральной полосы России, является Межрегиональный благотворительный общественный фонд поддержки военно-патриотического воспитания молодежи и оказания помощи ветеранам Великой Отечественной Войны жить и помнить.